За окном понедельник, а это значит мы отправляемся на экскурсию 33 водопада. У нас будут джинды. Продолжение следует... Тюльпановое дерево, возраст пишут 254 года. У нас светло в мае и в начале июня, и видимо зацветение таких красивых цветочек называется тюльпановым. Ну еще здесь на камне написано, что здесь находились ссылки декабристых. Вот тут также написано, что есть люди, с тех которых невластно стереть даже время. Прокажите еще раз дракона. Бойтесь. В этом замке живет принцесса, да? И спасает дракона. Ну а тюльпановое дерево – это одно из замечательностей поселка Головенко. Оно является культовым деревом черкесов. Согласно документальным источникам, дерево было посажено генералом Раевским, ботаником, световодом в 1840 году. Не прошимем и сувениров. У нас теперь есть магнитик. Магнитик. И кинжал – очень красивая работа. Магнитик с такими, с черкесской дамой, черкесским воином. Наша следующая остановка была дегустация сыра и дегустация меда. Сейчас все посмотрим, попробуем, и нам проведут небольшую экскурсию. Какая-то со специями. Специи у нас не острые, также можно давать детям. Специи у нас входят. Паприка, чебрец, хаувен и хмели-смели. Второй вид сырета – такая вот косичка. Данная косичка будет храниться чуть-чуть побольше. Неделю без холодильника, в холодильнике до двух недель. Стоимость его точно такая же – 300 рублей. Первый вид сыра горячего копчения – это адыгейский сыр. Данный вид сыра состоит чисто из коровьего молока, в нем нету никаких добавок. Сыр очень полезный, в нем очень много кальция. Также сыр можно обжарить на сковородке, будет покрываться ланцово-кистой корочкой и обжариваться с двух сторон, как картошка. Следующий вид сыра – это сулугуни. Сулугуни у нас уже плавится и добавляется в такие блюда, как хачпури, хачпури фуаджарский и пиццу. Оба вида сыра будут храниться у вас по-разному. Адыгейский сыр будет храниться до двух недель без холодильника, в холодильнике до месяца. Достаточно неплохие экскурсии, обо всем рассказывают. Как прям с чувством и делом. Сейчас Аня будет заваривать чай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы подошли до 33-х водопадов. Ну как подошли? Подъехали. Это же какие были эпичные кадры. Все, мы попали к водопадам. Здесь также принимается льготная категория. Обычный билет стоит 200 рублей, взрослый. Дети 100 рублей. Дети 100 рублей. Так как здесь это не борные, как они называются, не ключи. Вода здесь теплая, это в Толане. Поэтому мы подготовились. Будем купаться в ней. Ну или душ принимем. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так вот мы сходили на 3 водопада. Достаточно интересно. 33. Вот так вот мы сходили на 33 водопада. Надеюсь, вам все понравилось. Экскурсия выдалась достаточно насыщенной. Узнали много нового не только о водопадах, но и о сыре. Мероди. Хотелось чуть больше искупаться. Ну, хотелось больше искупаться. А то здесь, ну, вообще не подготовлено было. То есть один спуск, и то там очень скользкий склон. Достаточно тяжело выбираться. Ну, а наш отпуск подошел к концу. Надеюсь, вам все понравилось. И вы досмотрели все наши ролики, которые мы выпустили. Вот. Наши путешествия там не заканчиваются. Смотрите нас дальше. Помните, что мы ходим от дома к дому. От легенди к легенди. Домой, домой, пора домой. Злой ветер над барагами.